В конечном итоге тоже упирается на биджа. И когда она упирается на биджа, они приводят нам далил «Куллу биджатин далалатун». Этот хадис «Куллу биджатин далалатун» рассказывают и Бухари, и Муслим, и другие имамы хадисов тоже рассказывают этот хадис. Теперь мы задаем вопрос «Куллу биджатин далалатун» «Каждое новшество это биджа». Сразу мы можем сказать о том, что одежда на Тибете, инструменты, которые мы используем, тот транспорт, на котором мы ездим, сразу скажем «Субханова, это мирское, а это говорится об ахиратском биджа». Что надо сказать теперь? Теперь надо сказать, а чем это ограничивается? Он может, если он знающий человек, он приведет далил и скажет «Тот, кто ведет какое-либо новшество, наше это дело», то есть в религию, которая не является от нее, это отвергается, то есть оно не от нее. Это мафуму-ль-хадис, как выговаривается хадис. Уль-хадиса бывает мафуму-ль-хадис. Мафуму-ль-хадис говорит так «Манахда зафи амри нахаза маху ва минху», тот, кто ведет какое-либо новшество, которое является от религии, и соответствует религии, оно от нее. То есть принимается оно, оно принимается. Это, чем это можно теперь доказать? Вот слово биджа, когда мы говорили куллу биджа тиндаля латун, вот это слово куллу, которое в переводе означает «все», это значит «ограниченное все», не распространяющееся на все остальные, на все, не абсолютное все, короче говоря. Так, если мы будем это рассматривать так, то в этом получится противоречие и получится противоречие хадисам и Куранам тоже. К примеру, возьмем Куран. В Куране Аллах говорит, в суре Тулька, 79-й эр, «Якхуду кулла сафинетин гасфа», что когда рассказывается хиса про Муса и хизы, алейхисалам, там говорится, что каждый корабль забирает, все корабли забирает там какой-то король, который там на той стороне. Это же не значит, что все корабли он забирает, и испорченные, и неиспорченные, и хорошие, и богатые, это не значит. Это значит, он забирает все те целые, хорошие, там лучшие корабли, а испорченные он оставляет. Вот так значит. Значит, что куллу, даже в Куране Аллах, ограниченное куллу это, которое не распространяется на все. Понятно, да? В этом хадисе тоже, когда мы говорим, куллу бидратин галалатун, это хадис означает, куллу бидратин галалатун, каждое бидра, оно заблуждение, каждое бидра, которое не соответствует Исламу, который нам привели хадис. Этот хадис говорит об этом, кто ведет какое-либо научиство, не соответствующее Исламу, он же не сказал, кто ведет какое-либо научиство, это отвергается, он так же сказал. Кто ведет какое-либо научиство, не соответствует нашему делу, то есть религии, оно отвергается. Значит, которое соответствует, оно принимается же. Этот хадис как раз таки доказывает, что принимается. Более того, есть самый распространенный толкователь Сахих-ль-Бухари, это Фатх-ль-Бари, Ибн Ахмад Ибн Ахадж-ль-Асхалани, который является амиром му'мином в хадисе. Он переводя этот хадис, давая этому хадису комментарии, он говорит, что биджа, бывает 5 разных биджа. Биджа бывает обязательный, биджа бывает желательный сунна, биджа бывает нежелательный макру, биджа бывает дозволенный мубах, биджа бывает мухаррам, запрещенный. Также имам Навави Шарх-ль-Муслим, толкователь хадисов имам Мухадис, в том революте, который рассказывает муслим, это был Бухари, который рассказывал, в том революте, который рассказывает муслим, он тоже говорит, что биджа разделяется на 5 частей. Ибн Хаджал Хайтами в книге Фатху-ль-Мубин, он тоже говорит, что так же на 2 части разделяется. Примером обязательно будет бидра служить, например, писать книги и так далее, это обязательная беда, например, во время Пророка А.С. не было. И так, ну, можно перечислить, сунна это любая от которой будет польза для мусульман и для исама, например, как в чтении уроков и так далее. Теперь этот хадис, который приводится, когда муслим рассказывает, чаш муслим, он приводит другой хадис, тот же который муслим, такой хадис есть, тот, кто ведет какое-либо новшество в исламе, хорошее новшество, говорится здесь. А.С. 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 А.С.